И увидела я его только сейчас, наверное, грузное стихотворение, потому что оно меня просто поразило, как бы, зародчеством. «Встреча с Москвой» называется, стихотворение, написанное в 52-м году. Наум Моисеевич, так я понимаю, тогда вернулся из ссылки, правильно? Что же, здравствуй, Москва, отошли мечты и гадания. Вот кругом ты шумишь, вот сверкаешь светла и нова, В блеском станции метро, высотой воздвигаемых зданий, Влеск и ввысь подменит, ты пытаешься тщет на Москва. Ты теперь деловита, всему ты измерила цену, Плюнут в душу твою и прольют безнаказанно кровь, Сложной вязью теории свою прикрывая измену, Ты продашь все спокойно, и совесть, и жизнь, и любовь, Чтоб никто не тревожил приятный покой прозевания, Прозевания Москвы без снабжения, чины и обман. Так живешь ты, Москва, лжешь, клянешься, Насилуешь память и флиртуя с историей, С будущим крутишь роман. Дорогие друзья, сегодня, когда мы говорили с сырочкой часа три тому назад, Что вообще за вечер, я спросила, будет, не будет. И вот мне так понравилось, как она сказала, Вот это будет вечер встречи с Наумом и для Наума. По существу, вот все последние десять лет, все вечера, которые были, Они были именно для этого. И вот наш последний вечер, Наума Алексеевич, Вы не представляете, до сих пор люди говорят об этом, Благодарят, что вот так как сегодня я благодарю Аблонских за то, Что они смогли, мне в голову не могло прийти, Что вообще это может осуществиться, Потому что сейчас это все очень трудно. Но мы, я не знаю, ну как быть, Вот этот микрофон, когда с вами разговариваешь, Так с глазу на глаз, так можно в любви объясняться. А с микрофоном как-то очень, это все сложно. Любочка, вот я принесла папку, Потому что я не думала, что сегодня вам придется говорить, Я принесла папку, которую я вам тоже дала память об этом вечере. И там у меня были какие-то заготовки, Которые я хотела на том вечере сказать и о вас, Но тут уже все читалось. Я не знаю, например, вот поэту, человеку, Важно знать, что вот вчера, За чашкой кофе утром, Когда мы слушали «Эхо Москвы», И когда какой-то историк начал говорить, Известный историк начал говорить о том, Что, ну, конечно, Сталин был тиран и так далее, И так далее, но он все-таки был в истории, Вы вычеркнете «Возможно, он то-то, то-то, то-то». Ну, тут у нас, конечно, начинаются споры. Я говорю, а что Горжанин сказал про это? Взяла книжку и это стихотворение прочитала, Прочли мы вместе. И сразу все становится ясно. Есть вещи, на которые можно ответить, Да или нет, все-таки. И на том вечере у меня очень большой долг перед людьми, Которые прислали свои стихи. Там, когда я была на сцене, передавали бумажки, И мне сказали, все, зал закрыт, Больше мы не можем ни минуты, все, мы расходимся. И люди остались неуслышанными. И вот сегодня я хочу представить сейчас Володю Раму, Человека известного, ученого, интересного и так далее, Который скажет что-то, Потому что не был тогда услышан. Спасибо. Я тогда написал стишок, Это стишок где-то там имеется в недрах, Но я не буду его повторять. Я хотел внести некоторый диссонанс. Диссонанс нашего течения. И желание выступить у меня появилось тогда, Когда Наум Моисеевич сказал Престарелый поэт. Я прошу прощения на это, Ксюмарон. Если поэт, То к нему слово престарелый не привязывается. Не привязывается никак. А если хочет привязать, Ну значит уже хочет перестать быть поэтом. Дело в том, один умный человек сказал, Ну можно сказать, сказал мне, Трагедия старости состоит не в том, что стареешь, А в том, что остаешься молодым. Вот это вот самое ужасное, Что остаешься молодым, И никуда не деваешься. Дело в том, что поэзия, Поэзия, Она уже существует. Вот создано что-то, И оно существует уже без тебя. Уже ты ничего не можешь сказать, Ничего не можешь сделать. Мальвина спросила, Когда я бы прочитала стихотворение, Когда оно написано. И утешилась, когда услышала год. Вам не понадобился ни месяц, Не понадобилось число. Я бы это стихотворение Датировал бы не 1958 годом, Я бы его датировал XX веком. И может быть, Не XX веком, А еще и XX-XXI. Может быть, Это надо говорить, Что это второе-третье тысячелетие. Речь идет о том, Понимаете, Вот самые разные стихи. Я недавно натолкнулся, Как Юли Ким Пел свою песню, Сочиненную в 1958 году, Подражание Высоцкому. И там слова, Я их даже вставил, Вот в статью вставил эти слова. В 1968 год. И вот опять, Пора решать, Стоять или на коленях, И в Соловкином поспешать, Или в опер-лейтенанты. Так это же про сегодня. Это не 1968, Это про сегодня. И вся ситуация. Вот написал, Поэт, Стихи. Написал, Был ты лигом довольно противен, Сердцем подвал, Но не в этом суть, Исторически и прогрессивен Оказался твой жизненный путь. Это написал известный поэт Про Малюту Скуратова. А может быть, Про Сталину. А может быть, Про Путина. Я имею в виду, Вот что. Дай Бог нам с вами Дожить, Я не уверен, Что это случится, До того времени, Когда стихи Наума Кожавина Устареют. Я не знаю, Сможем ли мы до этого дожить, Это было бы большое счастье. Но боюсь, что нет. Не удастся. Спасибо. Вот это два слова. Вот на том вечере, Где Володе не дали слова, Мы были, наверное, В 85-летие. Он был в прекрасном черном костюме. С белой рубашкой, С галточком бабликой. Он держал эти стихи И чуть не флакал. И я чуть не флакала. От досадочной медали Не хватило времени, У вас это бумажечка, нет? Нет, это я проволожила. Хорошо. Тогда еще одно стихотворение Из Нью-Йорка прислала Мила Луфье, Ленинградка, Которая даже сделала Такую ссылку на Укоржане, Что она использовала Апокалипсис 68-й год, Вариация из Некрасова, 60-й, Меня, как видно, Бог не звал, 44-й, На смерть Сталина, 53-й, К моему 25-летию, 50-й. Вот такое стихотворение. Готовясь к предстоящей дате, Я вспомнила, В который раз, Как, вскрывшись в ванной, В самой сдате Мы перечитывали вас. Предохранив листки От влаги, В позорном 68-м Мы, апокалипсис, Ваши праги, Впитали сердцем и умом, Сквозь обтекаемость Овала и Нескрипаемость Угла, Пока Россия Убивала Достойнейших За их дела, Сквозь мрак Предательств и доносов, Сквозь подлость, Ссылку и тюрьму, Вы добровольно Страх отбросив, Стихами Разгоняли Тьму. Да, Дни идут, И кони скачут, И от домов Опять зола, А женщины Все так же плачут, И к правде Ложь не привела. Но вы не сгинули Без славы, Стихи и песни Вновь извинят, И ваша искренность По праву Истоком Стала Для меня. И еще один человек Не вошел, У меня очень Перед ним неловко, Я даже ему ничего Как бы не сказала. Вы его Многие, наверное, Знаете, Это Гриша Дикштейн, Который живет в Чикаго, Который сразу Окликнулся, И он прислал Даже два стихотворения, Но я боюсь, Что я их Одно прочту. Называется «Науму Васильевичу Боржавину На 85-летие С любовью К глубоким уважению Куплеты современника. Да, крова, Бакону Бартфорн, Поющий поэт. Да, кровавая эпоха Соблазняла нас неплохо. Кирка — рубль, Бодяра — треха, Плюс полтинник на обед, За копейку — газировка, Арифметика для лоха. Настоящих буйных мало, Как сказал один поэт. А другой сказал, Обидно, Трубачей совсем не видно, И стишок и недосыпи Напечатал супостат. Диссиденты в одиночке, Те цитировали строчки, А кромольные листочки Растиражил сам издат. Этот век фантасмагорий Может скажет стоп, Григорий, Но не вскоре, Нету горя, Не придумывая его. Это счастье и везение, Мир спасать от опопсенья. Учат Эмма, Вася, Веня, Омерзение от него. А что круг теперь поуже, Он ничуть иных не хуже. Жизни пояс неуклюже Ковыляет мимо шпал. С юбилеем, Мандель Эмма. Если торт, То мне без крема. И привет от дяди Сэма. Этот точно не проспал. Ну и вот совсем недавно, То есть уже, наверное, Месяца три тому назад, На Новый год Была передача по Свободе, Которую по радио Свобода, Которую, к сожалению, Как вы знаете, Все уходят уже Из нашей пока жизни. Я, например, Очень многое теряюсь С передачами Ивана Толстого, В частности, И вдруг Такой подарок. Это была передача Уже из архива. Он подготовил С Новым годом. Это была передача, В которой участвовали Виктор Некрасов, Галич. Многие Из дорогих нам людей Самым последним Они пригласили Наула Горжавина. И Боря попытался Сегодня быстро сделать Это моя большая передача, Часовая, Изумительная. Но Вот этот Маленький фрагмент И вы услышите Сейчас, Если у нас получится Все Голос Наула Горжавина 35-летней давности. А всю передачу, Любочка, Мы вам уже подготовили, Передадим и послушайте. Потому что Все люди, Кто там участвовали, Очень дороги, Я знаю, Наула Горжавина. Спасибо. 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 Новый год на архивной пленке Ночью 77-го на 78-го У микрофона Я не помню. Следующего гостя Мне, Кто там угодно, Не надо представлять. В нашей студии Наула Горжавина. Наула Горжавина. Хорошо, Результатно-силу Вам поет. У меня к вам Традиционный вопрос, Который я Действительно Пойти могу задать, Такой не могу. Наула Горжавина, Как провели вы Изтекший год? Ну, Изтекший год Был у меня Довольно тяжелым. А тяжелым Был ввиду того, Что моя судьба В Америке Складывается Довольно Трудно, Потому что Мне очень Трудно Контактировать С американской Словейской Профессорой, Поскольку Профессора Это все-таки Русистика В Америке Это Периферия Знания, А я привык К тому, Что Домида Доцент И так как У меня Так складывается Я не могу Скажу Изолировано Что Тяжелым Был Тем более, Что Мои Достатические Мышленники В связи Остались В Москве И поэтому Я тут При эмиграции В этом плане Одинок Хотя В других Планах Политическому Общественному Общественному Другому У меня Снова Действительно У меня Снова Другие С которыми Я Поделюсь Хорошее Отношение Но Террус Стояние Которое У меня Было Я как-то Преодолировал По-моему Как мне Кажется Что Я все-таки Большим Каким-то Ценностью Игорь Мороз Я очень рад Что у многих Базов Именно так Теперь уже рад Что я прошел Низами Как-то Американской И западной Жизни И поэтому Террус Что скажется Но Для наших Случателей Вы Прежде всего Поэт С Новым Годом Годом Дел Иду Душ Беженья С Новым Годом Спот Недели Шум Вой Крушенья Между нами Горы и пути Море Рокот Те Кто в дом Ваш Могут Вдруг Пройти В мой Не могут В мой Не мой Огромный Белый Свет Где В нем Деться Я устал Сбежал В том Славы Нет Бедство Бедство Так Резак Что Как удано Слави Слави Все равно Мы рядом Все равно Весь Я Слави Если Клаба Ворвутся Вас прервут Тех Кто Дарит Западите По мне Пройдут Соли Сдавят Нелегко Сегодня На земле Все Нечетко Все Брожит Как Стрелка На Шкале Вол Коротких На руках Нечетко 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 Хоть Хоть Нечетко В окну В В В Омск Не Пустят Только Счастье Что Сквозь Боль И Стрель Сквозь Психии С Новым Годом Голос Над Россией Вот Так Прошла Новогодняя Радио Ночь 35 лет Дом Назад Спасибо 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 Наумисе Мы с вами Когда-то Очень много лет Назад Более 20 Назад Сидели Говорили О поэзии Чужие Меня не узнают Что Мы с вами Сидели Говорили О поэзии И вы мне Сказали Вот Стихи Сейчас я вам Напомню Они не ваши А я буду Ложить Мело Мело По всей земле Во всех пределах Свеча Горела На столе Свеча Горела На свечку Дула Из угла И Жар Соблазна Сдымал Как ангел Два крыла Крестообразна И падали Два башмачка Со стуком На пол И только Возг Из ночничка На платье Капал И все Тонуло Снежной Мгле Седой И белой Свеча Горела На столе Свеча Горела Я что хочу Сказать Мне кажется Бессмысленно Спорить О том Какого Времени Что Чего Переживет Поскольку Есть понятие Вечности И есть понятие Ухода И есть понятие Бессмертия И это все Не понятия Философические А это все Понятия Которые Проживаются Душой И вынашиваются Внутри Души И составляют Часть Нашего Ежедневного Существования Поэтому Дата Не дата Устарела Не остарела То что Хорошо Не устаревает А то что Плохо Осыпается И уходит Само А вот И же теперь Кожа Я не при которой На себя Жечки Не мать Россия 53 Год Твой Свет Во мраке Был рожден Во мраке Выношен Зверен Мрак Наступающих Времен Былого Мрака Не страшнее Пусть Грязь И ложь Царит Опять Но каждый Час Я повторяю Тебе Ко тьме Не привыкать И света Ты Не потеряешь АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, Ирак Пореш Значит Есть сейчас Желающих Что-то еще Прочитать Или Осенью Пожалуйста я просто сначала хотел сказать что для меня настоящая поэзия это то что превращается в символ какое-то стихотворение это символ или символ ненависти или символ какой-то страсти и вот просто есть пара любимых стихотворений одно любимое из крайне моей жены когда прочитаю поймете почему второе моё любимое состояние от символ чего я тоже думаю вы догадаетесь когда дни в ночи лесной сидим вдвоем не видя листья и ты всей светлой глубиной идешь ко мне хотя боишься и позабыв минутный страх не говоря уже что любишь вдруг замираешь на руках и запрокидываешь губы и жить и мысли нету сил вдруг понимают я счастлива что я свой крест не за это еще и жизнь бывает справедливо и и другое стихотворение и могу но перед этим стихотворением своего рода два эпиграфа один это известный анекдот когда сын обращается к бит папа а правда что мы душевно богаты а вот материально мы бедным ведь не цену богатым и духовно душевному больным а второй недавно вот буквально проведет назад скончался великий философ двадцатого века григорий померанц и у него было много блестящих совершенно высказываний и одно из них филистичное высказывание что дьявол начинается с пены на губах ангела дьявол начинается с пены на губах ангела совершенно блистательное высказывание и эти обе вещи это эпиграф к моему любимому стихотворению опять же символ чего наверно будет понятно страх не взлет для стихов не источник высокой печали я мешок потрохов как себя и теперь ощущаю царстве лжи и греха я бы восстал и сказал бы поспорю но мои потроха протестую а я им покоя тяжко день от дня я влачусь задыхаясь тоскуя вдруг прокурит меня ведь собрать потрохов не смогу я и умру на все дни навсегда до скончания света словно я лишь они и во мне ничего больше нет если страх нет греха есть один только голод и плаха божий мир потроха заслоняют при помощи страха не поэт не стихов что не скажешь все кажется в суе я мешок потрохов я пойду я лишь только тоску за вот эти символы эпохи но все так воспринимать спасибо спасибо я хочу сказать очень коротко об одной ситуации которая мне кажется важно и для всех нас и для наших детей для наших внуков и для вас конечно пару лет назад на укажем до в москве и силу многих обстоятельств раз-два в год я бываю в москве и вот недавно я оказалась в кругу своих друзей литераторов журналистов и они мне говорят а ты знаешь кто к нам приезжал я говорю ну по много кто приезжать да нет из бостона это же ваш да нет он наш известный поэт наука ржавин и вы знаете когда он был в москве что больше всего поразило и меня и всех кто там был на его встречах было очень много молодежи это так удивительно что человек который давно уехал и здесь живет молодежь в москве в россии его знает и любит я думаю что любой поэт художный писатель наверное он силен именно тем что его знают поколение и моя подруга которая была на одном из его вечерек сказал ты знаешь мне такая мысль пришла я очень люблю его стихи я прочитал мы можем учить историю по его стихам вот это то чем вы сильны за что мы вас любим за что вас любят и знают в россии и низкий вам за это поклон так я прошу прощения есть желающие что-то сказать если нет то я сейчас одна вещь хочу делать потому что мы когда обсуждали с сырой и волонской как будет проходить сегодняшний сервис на встрече тут много всяких разных факторов и и рассказала что было бы неплохо на всякий случай чтобы здесь прозвучали любые любимые песни но моисеевича любви семёновна значит я сейчас у них спросил они говорят да пожалуйста но для этого мне нужно пять минут я лучше помочь передвинуть любу и наума вот сюда вот и я поставлю инструменты по себе несколько песен пока и будут переселять хочу сказать что коржавин у него конечно ужасный слух это не секрет он исчисняется но он любит очень песни и при его памяти он помнит все стихи окуджавы не свои стихи окуджавы и и негов с которой учился в их институте но я щас это искусствует и а на на в в в в в в в Спасибо. 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 У тебяKitor инструментова много про ними делал с этимểnекий. Будьте любезны, рассаживайте себя пожалуйста, потому что Наум Иосифьевич ждет своих любимых песен, а исполнять песни у courageous и flex . Уважаемые гости, пожалуйста.. Огромная просьба, вернитесь, пожалуйста, на свои места. Что уникален, что уникален. По местам! Вот Наум Моисеевич кричит «По местам!» Командным голосом. «По местам!» Итак, я сейчас исполню несколько песен любимых Наума и Любы. И начну с песни Булата Куджавы на музыку Валентина Левашова. «Бери шинель, пошли домой». А мы с тобой, браты, с пехоты, А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, С войной покончили мы счеты, С войной покончили мы счеты. «Бери шинель, пошли домой». Ванна разнула и косила, Пришел конец ей самой. Четыре года мать без сына, Четыре года мать без сына, Четыре года мать без сына. «Бери шинель, пошли домой». Зали пепла наших улиц, Опять, опять, товарищ мой. Скворцы пропавшие вернулись, Скворцы пропавшие вернулись, Скворцы пропавшие вернулись. «Бери шинель, пошли домой». «А ты закрытыми очами, Стишь под фанерною звездой». «Вставай, вставай, однополчанин!» «Вставай, вставай, однополчанин!» «Вставай, вставай, однополчанин!» «Бери шинель, пошли домой». «Что я скажу твоим домашним?» «Как встал я перед вдовой?» «Неужто кляс со днём вчерашним?» «Неужто кляс со днём вчерашним?» «Неужто кляс со днём вчерашним?» «Бери шинель, пошли домой». «И все войны шальные пети» «И генерал, и рядовой». «Опять весна на белом свете!» «Опять весна на белом свете!» «Опять весна на белом свете!» «Бери шинель, пошли домой!» «Опять весна на белом свете!» «Бери шинель, пошли домой!» Песня Инны Гофф на музыку Эдуарда Калмановского Песня называется «Любимая песня Коржамина» «И я улыбаюсь тебе» «Опять расстаюсь я с тобою» С любовью моей и судьбою Боюсь, что не выдержишь ты И заплачешь, и я улыбаюсь тебе И я улыбаюсь тебе Достался нам век неспокойный Прошли мы сквозь грозы и войны У смерти в гостях мы не раз побывали Но я улыбался тебе Но я улыбался тебе Бывает, что мысли как тучи Бывает, что ревность нас мучит Но должен один из двоих улыбнуться И я улыбаюсь тебе И я улыбаюсь тебе Взгляни на меня долгим взглядом Ты здесь, ты пока еще рядом Ты рядом, но ты далеко уже где-то И я улыбаюсь тебе И да я улыбаюсь тебе Опять расстаюсь я с тобою С любовью моей и судьбою Боюсь, что не выдержишь ты И заплачешь И я улыбаюсь тебе И я улыбаюсь тебе Вдвоем победим мы разлуку Покуда нужны мы друг другу Покуда любовь существует на свете И я улыбаюсь тебе Покуда любовь существует на свете И я улыбаюсь тебе И я улыбаюсь тебе И я улыбаюсь тебе Извините, я еще раз прерву Моего очень близкого друга Мишу Сухарского Я просто хочу сказать, что здесь Несколько раз прозвучало Ее имя в связи с сегодняшним вечером Но я хочу сказать, что я никакого отношения к этому не имею Не я, не мой муж Все это сделала хозяйка этого дома Ира Орбин Это ее желание Ее энтузиазм Ее любовь к Науму Моисеевичу К его творчеству К любе То есть мы с Сашей никакого отношения Кроме того, что мы привезли Наума Моисеевича Мы их очень любим Мы пытаемся отдать частичку своей души им Но это все, что мы сделали для этого вечера Все остальное это заслуга Иры Поэтому я считаю, что мы должны ее поблагодарить Всем, Ира, спасибо, Лавру пополам Кто-то что-то хочет сказать, спросить, узнать Написать свои комментарии Не знаю, записки Я думаю, как-то сейчас какое-то свободное время Подойти, сфотографироваться Поговорить, рассказать Выпить бокал вина О своем дворчик, Лавру попались Ой, ну сейчас уже, наверное, даже неудобно Стала рисовать В какой-то момент В последнее время Ну, то есть я рисую без скетчей Без плана на цветовую гамму То есть пытаюсь отключить Ну, не то, что отключить Все равно, если крутится Наверное, просто из-под сознания Все, что-то выходит Не знаю, видите ли вы тут лица Если видите, то хорошо Если нет, могу сказать, где Но я не хочу Внимание всех задерживать Спасибо Хорошо Ира Яблонская Вот, Рита Кроф Еще просит спеть Еще какую-то песню Да, он сказал да Ира Кроф попросила Исполнить еще одну песню Единый гоф Сейчас я попробую Я тоже помню Пусть завтра кто-то скажет Как отрубит И в прах развеет все твои мечты И как страшно, если вдруг Тебя разлюбят Еще страшней Еще страшней Когда разлюбишь ты Померкнет все И краски потускнеют И потеряются И потеряют запах все цветы Тебя не любят И летний вечер И летний вечер И летний вечер все-таки хорош Пока ты любишь это все с тобою И первый снег, и первая весна И вдаль И вдаль идя дорогой Куда страшней Куда страшней И когда разлюбишь ты Аплодисменты 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 Финал Я хочу закончить вот чем Я прошу разрешения Закончить вот чем Наум Васильевич Коржавин Был первым человеком из Америки Который приехал в Москву В конце 80-х годов Он был самый первый Те, кто узнали, кто такой Коржавин Конечно, шли на Коржарина Те, кто не знал Пришли просто посмотреть Потому что многие были уже В хорошем отказе Посмотреть, как же это все Какие будут вопросы И я вот, к счастью У них ведется так, знаете С разницей в год В два года иногда В пять лет Я нашла запись Этот вечер устроил Булат и Куджава Они вышли вместе на сцену И вот я записала Что сказал Булат Шалыч тогда Я пишу, значит Я хорошо помню этот вечер Это был самый конец По-моему, 80-й 89-й Перед самым нашим объездом Да, поэтому все было Очень памятно Вот что он сказал Он начал с рассказа Известной библейской истории Содом должен быть разрушен За греховность Абрам обратился к Богу И просил его пощадить Содом Нельзя, говорил он Чтобы вместе с нечестивыми Погибли и праведники И если в городе найдется Пятидесят праведников Пощадишь ли ты Содом? Бог сказал Да, пощажу Если найдете Но если не хватит Пяти человек Праведников То неужели ты не пощадишь За пяти человек? Бог согласился Итак, Абрам выторговал Десять человек И тогда Бог сказал Что если найдется десять Он пощадит и город У советской литературы Было много грехов Сказал Акуджава Но всегда находились в ней Десять праведников Из-за которых поэзия существовала Бог сохранил И ради которых читатели Прощают ей грехи И одним из этих праведников Безусловно является Вот этот человек Наук Коржави Я не знаю Я думаю Может быть не были люди На этом вечере Это огромное количество людей Как это все было Но и науэй Сеч Конечно Он был замечательный И Вы не сочтите Пожалуйста Это за То что я как бы Прерываю Нить Но я хочу сказать Вот что К нам На один день Залетает Вероника Толина И Это будет 13 числа Она поздравила Поздравила Науэ Сечи Тоже в 85-летию Я хочу прочесть Это стихотворение Таким образом Воспользоваться тем Что такая хорошая Сегодня компания Которая должна понимать Как поэту Приятно Приходить в зал Где есть Свои лица Вот что она написала Дорогой мой друг Бесценный Наум Моисеевич Давным-давно При любой погоде В виде бури Грозы Дождя из котлет Я слежу за вами Я будто смотрю кино Где вы снова и снова Заняты столько лет И опять получилось Чего бы он не выражал Вот опять приехал Снимается Грузин Но не Садбен Из него Полагаю Точно Получился бы Жан Бальжан У него-то мне кажется Собственно Подучился И Жан Габен Очень вами горжусь Сократовской Простотой Гомеровской Слепотой Вашим детским Мужеством Этой Доподлинной Красотой Не оттого Я думаю Бостон Не сросся С Москвой Не оттого Что нравы Порядок Вещей Другой А оттого Что Коржавину С круглой Его головой Надо как минимум Два континента Иметь под ногой В завершении Стиха Скажу В этот Тихий Осенний Час В нашем мире Полном Плохих И хороших Книг Совершенно Не книжной А нежной Любовью Любит Вас Может Даже И не последняя Из известных Вам Вероник Вероника Ждет нас Приходите Это должен быть Очень хороший вечер Она действительно Не последняя Из Вероники В нашей жизни Она уже свое место Заняла И то что Коржанин ее Благословил И мы распевали Там еще в Москве Эту ее песню Замечательную Это важно У него есть Душевная Школа Ну Моисеевич Спасибо Люба Спасибо Я Не знаю Может быть Песня Гуджава Какой-нибудь Еще Миша Я думаю Уже Хватит Я думаю Что уже Хватит Лож 재�ал新 Хватит bo Так Я хочу Неужели Да